Судя невесты, утешите в души истинны, И живи в детстве, и вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю прийти все присядны, И очистены от всяких скверных, и спаси, Боже, души нашим. Господи, благослови все. Работим на Евангелие от Уфа, 22 глава, 64-62 стихи. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника, Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, смотревшись, с него сказала, «И этот был с ним». Но он отрехся от него, сказав женщине, «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал, «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку, «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, «Точно этот был с ним, ибо он горемиянин». Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, запил петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели проповедь петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Толкование. Петр, по предсказанию Христова, оказался слаб и отрекся от владыки Христа. «Не однажды, а трижды, и отрекся с клятвой». Матфея 26, 74. Может быть, им овладела такая робость, и он на некоторое время оставлен был за его одерзновение, как бы в научение, чтобы он и прочим был снисходителен. Но тогда он впал в такой ужас, что не почувствовал бы и падения, если бы Господь, обратясь, не взглянул на него. «О благость! Сам находится под осуждением, а заботится о спасении ученика». И справедливо, так точно и подробно описывает Марк, глава 14. И передает это, как узнавший от Петра, ибо он был его учеником. Ибо петух имеет обычай, и за каждый прием петь раза два или три. Потом, естественно, было ему снова войти, чтобы не подать большего подозрения, чтобы он был Иисусов. Когда же снова пришел чувство, тогда уже выходит и горько плачет. А чтобы не быть замеченным от находившейся во дворе, выходит тайна от них. Некоторые не знают, почему. Слагают безумную защиту в пользу Петра. Дерзко говоря, что Петр не отрекся, но сказал, «Я не знаю всего человека». То есть, зная не как простого человека, но как Бога, сделавшийся человеком. Этот безумный довод оставим другим. Ибо они, Господа, представляют лживым, противоречат связи евангельской речи и никак не смогут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать, если он не отрекся? Непонятно, что значит «отрекся с клятвою». В Евангелии от Матфея написано, что он отрекся и божился, что не знает человека, то есть, клялся и божился. От него отрековали прям. Нет, такая стадия испуга была, что он даже отрелся, то есть, клятвы, он так испугался по-человечески, что он... Ну, считает, что если... Сегодня, если глянуться там, глянусь там, то есть, это все, это последняя инстанция, что я как будто бы говорю правду. То есть, если скажу, что нет, не знаю, этого мало, то есть, надо обязательно там всех заселить. Он настолько испугался, что я ему не поверю, что еще свои слова добавил. По-человечески, вот, по-человечески. По-человечески, вот, по-человечески. Часто я найду. 26.70. Петр же сидел вне, вне, на дворе. Подошла к нему одна служанка и сказала, «Ты был с Иисусом галилеянином, но он отрекся перед теми, сказав, не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидел его друга и говорит, бывшим там, «И этот был с Иисусом на заре». И он опять отрекся, склятывая, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запил пепут. А какие слова именно говорят, но они не сказаны? Какие сегодня говорят? Пускай же, вот День Богу. День Богу, да? Вот тебе крест. Но это уже элемент православной, крест, День Бога. А тогда что он будет сказать? Это было такое. Божил слово офицера, подтверждает, говорит, Бог не следит. Является ли, допустим, поступок Петра и вообще вся его жизнь на протяжении всего Евангелия? То есть можем ли мы сравнивать Петра и Павла, да? Допустим, если Павла четко видно, что вот он, он момент, упал с коня, слеп и уверовал, там, «Господи, кто ты?», То у Петра тут все наоборот. Не показывает ли этим Господь, что вот, ну, не могут быть те, как Павла, что есть такие, как Петр, допустим, или нет? Короче, а вам вопрос всего надо разобрать. Какие слова были сказаны, при клятвии? Ну, кто знает? Ну, какие, наверное, такие же, как и сегодня произносят, какие еще? Ну, какие тогда произносят, может быть, где-то кто-то произносит? А это, притом, неоднократно в Писании встречается. Давай. Ну, там, Господь указывал, что не клянись там ни небом, ни землею, ни престолом Божиим, то есть причисляет даже, что именно в то время распространено было, чем клясться. Клятвий чему-то обязывал, если будет доказано, что не так, это очень опасно было. Человек предполагал, но когда поклялся, он не мог отступить назад. Вот я узнаю, кто ел до вечера, он умрет. Я утром говорил, что не ели. И вдруг поражение. Никто не ел. И оказалось, был один человек, который, когда клятва была дана, его здесь не было, он не знал. И он дорогой, когда воевали, он увидел, пчеллиный там дупло, он палку сунул, намотал мед, поел, у него глаза посветлили. Ну, туманилась уже, ходил, шатался. И через него Бог дал победу. Но он не знал даже про это. Но клятвий, оговорки не было, не знал. Ты нашего общества. Ты еврей. И ты ел. Значит, Бог от нас отвернется. Бога во свидетели беру. Бога во свидетели беру. И оказался это родной сын. И он должен умереть. Да как же из него победа была. Но я Богу дал слово. Значит, встать к стенке. Но весь народ восстал. И спас Янафана. И Анна Тауз говорит, дьявол набрасывает две петли одну за другой. Первый на Саула. Первый раз обещание. Второй раз нарушение. Народ говорит, поклялся. Сразу народ умрем, но не отдадим она, пана. А он боялся, что распространение, нарушение клятвы отразится на нем. И раз клятвы поплал. Павел клялся. Да половину самства отдам. Да лучше бы нарушен, чем отрубать голову величайшему из рожденных женами. Пророку. Но они стояли за клятву намертво. Я клятву дал. Почему? Присягу приводится. Клянусь. Там родственники. Войну была. Преданы будут. И родственники страдали за одного предателя. Он клялся чем? Знаменем. Перед знаменем стоял. Полковое знамя. На колени становился и целовал. Люди не знали, что делать. А тогда ковчег был перед ковчегом. Теперь клятву на Евангелие и на кресте. А то пишет писсионер Спиридон Кисляков. Он сам отправлял людей на фронт. Благословлял. А потом обратился покаяться. И он целая. Книга написана. Он вышел к народу. Боже мой. Что я делал? В Евангелии написано. И клянись. А я на Евангелии заставил клятву. На том Евангелии, который Бог дал. Что я делал? Сколько людей погубил? Люди ж не умирали за Христа. А на самом деле против Христа. Это у него все есть. У нас выставлено на это. Это ужас. Он миссионер был. Среди бурят там. Среди старобрядцев. И вдруг покаялся. А был у царя полковым там священником. Я клянусь Богом. А если поклянется жертвенником невиной, а почему? А нельзя заплатить. Если поклялся коровы. Если это не так, то корову со двора ведите. Это можно было. А что у него не брать? 36 голов крутого рогатого скота. Но когда если бы он поклялся храмом, то никак нельзя было. Насколько достоверно, я не знаю. Но сходится на том, что на храме было потращено около 200 тысяч тонн золота. Золотая крыша. Все щиты и там, все из одного золота. Почему так стремились все народы там побывать, посмотреть? Вот и клянусь. Я не сам говорю, Бог свидетель. Я клянусь храмом. А ты не можешь клясться, потому что голову, голову не можешь, белый или черный, сделать голос. Не можешь клясться землей, потому что на подножье ног царя. Не можешь клясться Иерусалимом, потому что он город царя Всевышнего. То есть в клятве стояло что-то определенное, свидетельствовало. Вот вопрос, и сколько он вытягивает. Он буквально целый рент и Ветхий Завет показывает. Когда люди клялись. Чем половина царства клянусь? Проси, чего хочешь. И на него высмеет тебя за того. Говорит, она бы просила твою голову на блюде. У одного было такое, он понравился ему взять. Как вам? Вот он хороший был бы взять. И паралет. Управлял бы как бы. Да вот такой кюфтяк. Ну давай, ты царь, царь ему говорю, давай. Вой, никто меня не слушает, и два часа выйдешь царем. Ну да подпиши бумагу, подписал бумагу. Так, первый, схватите царя, схватили, отрубите ему голову. И все кончилось. Переворот, кончился, Амбайдан домой. Это? Не сказка, одна только. Сказка, говорит, лошадь, а в ней намек. Вот сейчас прочитаю, сколько вопросов возникло. А Петр вот так. Да, различными путями. Но это было ощутимо. Как бы то ни было, я встал, не вижу. Ощутимо? Да. Здесь пошел, заплакал. Господь говорит, скажите, что видел меня воскресший. Скажите Петру. Отдельно Петр, почему? Петр не поверил бы, что ему говорит явиться в Галилее, и он явится ему вне предателя. А на сколько таких предателей за этим столом сидит? Тебе что, пальцем показывать? А я его не знаю. Заметят в интернете, кто-то с нами молился. Теперь причастия лишу. Нет, я их не знал, это другая деревня была. Пошли они, и все. Вот такого-то предательства гора. Это тоже так. Мы в Томске. У меня там сестра. Показали все достопримечательности. А тут идет вот это храм католический. Познакомились с Анжей, священник. Ксец Андрей. Он мне понравился. Бритый, конечно, католик. Поговорили. Завтра пошли, а завтра мы уезжаем. Я подарил ему книги. Он очень восхищался, довольный. И я... Марк снимает. Я говорю, ты снимай. Я говорю, вы благословите нас на эту поездку. Благословлю. И я к сенту подошел. И благословите. И он меня благословил. Так он вот так вот голову взял в руки. В руки так. Потом благословил. Все нормально. Теперь, пришло время. Я вернулся. Ролик ставить, не ставить. Это мой. Я не боюсь ничего, что... Ну, представь, вот он сейчас подходит к католику. Его завтра же в отвал. Но я там не нахожусь, среди этих людей, которые при счастье так играют. Но я посоветовался с общинами. Ну, по-разному. Ну, вообще-то все согласились. А вам не бояться, дескать? Я его замок снял. Два человека только вякнули. Больше ни одного нету. А почему? А я бы сказал, давайте туда же, кого ротова. Неходимо. Самой рядом Алпеев стоит. Самой рядом Патриар Кирилл стоит. Они там у папы слушают. Мне легче, чем ему. Он один. Вот и ответ. Так это не все. Мы едем, заезжаем в Пензу. Мне надо найти людей, у которых я жил на квартире. С кем молились? Бактисты. Показали молитву. Ну, зашли, а у них занятия идут. Вот так сидят. И тут кто старше там у них, я не знаю, не спрашивал. Мы поговорили. Одна сказала, вот это вот вы знали, Василия. Это его сноха, очень хороший проповедник был. Василий как-то Семенович, кажется. И я выстрел этот ролик. Так меня гвоздали не один год. Это я ходил. Кому не запрещают с еретиками молиться? Он молился? Молился против меня? Обвинение такое. Я молился с еретиками. Я опять со мной рядом Патриарх показываю, приходят. Но дело-то в том, что как молился? Если бы они сказали, нет святой Троицы, я молиться не буду. Мы пришли в Токим, нас пригласили. Общая молитва была в Барнауле. На время наступила молиться. Мы вышли вдвоем были в коридор. А почему с нами? Я говорю, вы еретикисты. Нам не положено с вами молиться. Мы повернулись на восток и стали кланяться. Это на них было душу освежающую. Так вы сейчас с нами говорили, у нас все сходится. Дела милосердия, посещать больных, с наркоманией, как бороться. А с нами молиться нельзя. Нельзя канон. Канона бы не, а бы я помолился. Почему? Вы в Троице запутались. А баптисты принимают Троицу от православных. Баптисты самые близкие к православным-то. Они святую Троицу полностью признают. Не просто так, а исповедуют. И песнопение о Троице написано. И символ веры у них такой. А там ничего не было. Господи, благослови эти занятия. Благослови нас в путь. Ну и отставить все больше никак нету. Вот ты где находишься, там не отстали бы. Пока не задушили. Тебе что, заказывать надо? Надежда Васильевна где-то тут была. Вчера его день рождения был. А ее назвали Надеждой. А здесь 30 сентября. Вчера Сусанна была. Она Сусанна должна была быть. По-английски Сюзанна. По-грузински Шушаника. Прожил жизнь, говорится, Сусанной и не знал. А Сусанна это героиня. 13 главы Даниила. Салабудивающая женщина, которой два блюдливых старца хотели сносильничать. Так что я потихоньку на ухо сказал. Так возвеселилась. Стараюсь сказать. Так вот мы должны, разбирая Слово Божие, вписаться в контуры, которые дает нам Священное Писание. С каким благоговением? Отвечать чистое от нечистого. Священное от неспященного. А это тебе не один курс семинарий пройдет. Священное ты или не священное? Вот она сейчас говорила, Артема Гавриловна. Вот просторы как берут. Другой возьмет, идет, как видно, крошь туда попадает. Не благоговея это. Она права, да, она права. И молитва такая и есть. Не каждый... Я меняю такую тяжесть. Вижу тут вот и работаю. Нету скорости, нету скорости. Я как раз это, я об этом говорю. Но не каждый это понимает. А теперь насколько... А вот ты сейчас сказала, ты должна сказать. А я сказала, она что мне ответила? А я тебя слушать не буду. Это неправильно. Вот. Или батюшка скажет, или я скажу. А я бы тебя слушать не буду. Вот от пасты. А он дышит где хочет. Вот. Он может как раз и говорить через ослышку. Да лучше молчать. Вала Амурасуса заговорила. Никто не ожидал. А Ирина Мучилиса. Там написано, голубь заговорил. Или лошадь. В житиях святых животные не раз разговаривают. Обречают при том. Вот мы коснулись какой темы. Она как трогативная. Отрекся. Она не думала, что отрекается. А я их никогда не знаю. Я вопрос задам. Где Нина, твоя сестра? Сначала зажали, нельзя молиться. Теперь многих нет из старого гряза. А потом. Нельзя нигде на занятиях быть. Не вообще нельзя. И теперь вообще никак нельзя. Да где в Библии написано, что молиться нельзя. Молитва соединения с Богом. Человек молится. Ты. Вот молитва идет. Ну образно сказать. Поток молитвы. И ты поперек становишься. Больше безумия придумать нельзя. Ты отмечаешь за то, что грехом является молитва. Когда человек прославляет Бога, является соединительным моментом. А молитва не значит ничего. Значит ответ на молитву Божию. За молитву отмечать. А чего от причастия? От причастия жизнь не зависит. Что ты не будешь не причастишь, что ты умрешь. Спасения не будет. Этого нету. Нигде при нигде нету. Не будешь причастищаться, тебе жизни живой не будет. Жизни живой. Ты мертвец. Написано. Кто не будет причастием, будет тебе иметь жизнь. А о прощении грехов вообще нету разговора. А вот и насольно причащается. Многие больны и немало умирают. И так исследует себя человек. Не смещенник исповедовать тебя будет. Совесть твоя нужна. А на совести теперь ты скажешь смещеннику. А иначе за грех считать не будешь. А что особенно сделал? Мешок муки и зуба не унес. Ну подумаешь. Надо один раз разложить это по полочкам-то все. И дальше ах, ну только все, пропал. Спаси. Тону. Господи, дай руку твою. Волны захлестывают. Не чужие волны мои. Волны моих волнений. Слово того же мертвое. Для людей, которые не считают его. Не молятся в молитвенном состоянии. Ответа не получают. А почему он успокаивался? Он взглянул на него. И в этом взгляде он все прочитал. Петр. Вот об этом блаженная Пепеларка говорит. Он раскаивался. Клялся. И совесть не мучила. Только свою жалкую жизнешку сохранить. Скорее выспешить там нагрелся. И вдруг глянул. А теперь пропал. Меня больше он не примет. Он рассудил совершенно правильно Петр. И воскресший Хрисот говорит. Скажите ученикам и Петру. Как Петр себя учеником уже не считает. Скажите ему. А дальше мы видим его ревность какая. Глава католической церкви Управного Василия. Хотя мы знаем глава Христос. У меня многие в интернете и вконтакте кидают этот ролик. Смотри твой Лавкин с католиками молится. И вот. Дальше ее не идет. Смотрите дальше не идет. Нигде. Никак. Ни церковное начальство, ни наш митрополит, ни Иларион, ни Сергий. Никогда ни одного слова не скажут. Молитва не является грехом. Когда она не идет вопреки с учеником православной церкви. Я подошел. Он меня благословил во имя Иисуса Христа. Благословляя, чтобы путешествие было безопасно. Мне это не надо. До чего вы решили, что не надо? А я с книгами пришел. Где у них там молятся. Я ищу там, как передать Ростиславу. Митрополиту. Книги свои. А там вышел, который у него приближенный, был мистер. Он как на меня насел. Да ты Лапкин. Да ты еридит. Ты сик там. Я говорю, я же не к вам пришел. К митрополиту. Книги передать. В этом же городе. А который благословляет. Кто мне ближе-то? Вот он прошел. Еврей, родной, спещерник прошел. Даже не глянул. Шаг ускорил, наверное. Как бы я не попался. Ну, а дьякон-то еще не совсем-то скорузный-то. Подошел, он засмотрел вокруг. Надо же подделе, как его. И рано тут, и рано. Так, а где будет священие? Кого нет? Я сейчас догоню. Куда тянется? А вот Самаринин другой нации. Самаринцы не знаются. Но он взял, омыл, раны посадил. В гостиницу дал. Гвардинария дал. То есть, в спец и новый завет. И говорит, когда я возвращусь, суд Божий будет, заплащу. Вот здесь у меня та же самая картина. И все. Ты один раз поставь. А тебе не надоело тараканье и жизнь жить? Боишься, папа. Ты Бога бойся. Боязливых мучить с возерегом. Все на этом конец. Они меня не могли сожрать. Я там был, в Новосибирске. Такие же священники. Еще более лютые были. Сейчас они маленько пообмятли. И еще они не могли сделать. А почему Бог поставил таких защитников, как Александр Иванович Устина. Андрей Педотович Долгов. Тогда был архиепископ Иосиф. Все снялось. Ничего нет. А так было быстро. Вот. Распустил крылья-то. Зажаренный божевьем. Жестоко поступают. Я к примеру скажу потом. Давай дальше. Священник, не священник, голову свернут сразу. 63-71 стихи. Люди, державшие Иисуса, рукались над Ним и били Его. И, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его. Паралеки, кто ударил тебя? И много иных улей они произносили против Него. И как настал день, собрались старейшие народа. И расвященники и книжники вели Его в свой синедрион. И сказали, ты ли, Христос, скажи нам? Он сказал, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне. И не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силу Божией. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нам нужно свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его. Толкование. Причинявшие это Иисусу были какие-нибудь ругатели и люди необузданные. Ибо нужно было, чтобы дьявол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил, чтобы природа наша, оказавшись во всем святой, победила и попрала Его. Потому он переносит насмешки и биение. И будучи владыкой пророков, осмеивается, как лжепророк. Ибо слова прореки нам, кто ударил тебя, к тому относятся, чтобы осмеять его, как обманщика. А между тем присвояющего себе дар пророчества. И как настал день, пьяные слуги ночью осмеивали и злословили Иисуса Христа. А днем старейшины и почетные люди спрашивают, он ли Христос? Зная их мысли и то, что он, что не поверив делам, сильнее могущим убедить, подавно не поверит словам. Он говорит, если я и скажу вам, вы не поверите. Ибо если бы вы верили моим словам, то какая была бы нужда в настоящем собрании? Если же и спрошу, вы не будете отвечать. Ибо они часто отмалчивались при вопросах, например, о крещении Иоанновым, Марк 11, 33. О словах, сказал Господь Господу моему, Матфея 22, 44. О женщине, скорченной Лука 13, 11. Поэтому скажу только, что отныне не время говорить вам и объяснять, кто я. Ибо если бы вы желали, вы познали бы меня из совершенных мною знамений. А отныне время осуждения. Вы увидите меня, Сына Человеческого, сидящим огнесную силу Божией. При всем нужно бы устрашиться. А они после таких слов еще более рассверепели. И в неистовстве спрашивают, итак, ты Сын Божий? Но он же с умеренностью и с указанием на несообразность их вопросов отвечает им. Вы это говорите, что я. Ибо он преизверал их ярость. Говорил с ними и неустрашимо. Отсюда же явно, что упорные не получат никакой пользы от того, что им открываются тайны. Но принимают гораздо больше осуждения. Поэтому и должно скрывать он и от таковых. Ибо это дело больше человеколюбиво. Ибо это дело больше человеколюбиво. Ну что, ему смысла не было говорить, что и так понятно, что они бы не послушали, не поверили. Потому что время наказания было Божьего. Тем более, раз они там отмалчивались. А почему такое единодушие было? Бывает, что человека какого-то задерживают, даже бьют, и бывает, просто скажут, подождите, а вот этот еще не узнали, а вот этот, я не знаю про него и доброе. Здесь ни одного нет. Почему? Потому что всех обличало. Это же зависть, это же зависть там все вот против него. Им же не нравилось, он же не по их, говорили. Как бы свет истинно освящено. Потому что голос сказать, подавать мог не каждый. Человек, не обладавший недвижимость собственностью, как домом, он не имел права голоса подавать. Бомж. А сегодня любой там за булдыга голосует, и министр голосует один голос, у того и у другого. А вот подпоил, накормил, они все проголосовали как надо. Тогда было не так. Его голос должен был обоснован. Да, я знаю, этот будет человеком поддерживать дружинника сельского хозяйства. 70% от того, что тратит фермер. Государство должно заплатить на него. Вот она ему будет выгодно делать это. И какие страны? Самые крупные, самые высокоразвитые, как Америка, Германия, я скажу, там Дания, и воня. А здесь нет. Этого нет. Вообще никак. И как сегодня держится, он вообще непонятно. Ну, представьте, я попробую сказать, яичней продает за 4 рубля 40 копеек килограмм. На 4 рубля это ломать хлеба они. Больше-то нет. Ты распаши землю, бензина возьми, купи технику, которая изнашивается. Теперь обработай, отраву там, все, что надо, дают. Потом собери, а потом продай, да сохрани еще, и 4 рубля получишь. Да же явно, что это идиотизм. 4-то рубля сегодня. А ты сегодня же я подошел, продает Игорь Барабаш. Я спрашиваю, а сколько? 4,40. Да еще смерть. Я поехал здесь в Кольщину, не в Кольщину, на карпанке. Я говорю, а молоко, по чем у вас это? Так нам платят сейчас лучше, раньше меньше платили. Ну сколько? За литул? 6 рублей. Ты за литул вынеси сначала, напой ее, вырасти ее до этого. Локсовный период, когда она будет, 6 рублей, а платили 5. А она по колено влазме, не вы... там это... Ну что смеяться-то? А какая цена? Ну не 5 рублей. В магазине-то она сколько стоит? Кто знает? Ну вот примерно. По чем продают? 30-40 может быть. Так нам не молоко, там порошок. 40, но не 5 рублей. Что непонятно-то? В Японии маленькие участки, это есть. Маленькие совсем, они обрабатывают. Это государство покупает национальную безопасность. И им оплачивают, допустим, 15% свои. Остальное, что стоит, стоимо издержать, платит государство. Но у нас зато свое. Налоги даже на нефти, промышленные все, качает и нефть, единочь. Он спит, она качает и качает. Миллионы тонн. Я принял бы сказать, вот это все мы должны вложить сюда. Как это мы увидим? Какое было благоразумие? Кого предали? Почему? Как они так и ненадушны? Все знали, что на них что-то плохое. Нет. Он разрушал то, что было ценно. Я ограбил. Все. Меня не возьмешь. Подставную бабу Васильеву подставят, а Сердюков не пришел министра обороны. А ее потом депутаты проголосуют, она выйдет, и через день скрылась, не найдет. А Господь все это разрушил. Вы все братья. Вы должны видеть нуждающиеся. Не от того, что там с одной буквой или с другой Иисус будет написано. Подражание Иисусу в делах милосердия. Основа. Почему? В 25 главе Матхея говорится. Напоили, накормили, посетили, навестили. А это никакой воли тут не играет. Вы со мной будь. Так же, чтобы было у тебя и все остальное. И мы увидим, что ничего не изменилось. Что интересно, вам сегодня, один из самых гуманных законов Великобритании, решили сделать процесс. Давай, ты Иисус, учи его. Теперь начинает проповедовать. Слушайте, записывайте. Мы тебе дадим свидетелей. И выставили свидетелей, и он, как говорил, Господь начал обмечать этот парламент. Как Господь делал-то? Порождение Ехейдины вышел, там королева сжала, и все другое. Современный суд. И присудили к смерти, но его не казнили, это была сцена разыгранная. Сегодня Иисуса точно так же распяли бы. Мы его потеряли, не распяли бы. Пригласили, накормили, напоили, уложили. Вы знаете, в сказке, как она весь день шоркала, там мыла, пришли там ребятички, да пошли мы нет, я гостя дорогого жду. Там одна с ребенком, ну на улице морозов была, она солдат, там уже забрали, зашла, мне некогда там, подождите, завтра, я гостя жду дорогого. А ночью-то Господь явился и сказал, я три раза тебе приходил, и ты меня не узнала. Это Лев Толстой описывает все. У нас такая оценка на Рождество была здесь. Ну вот, так вот отсюда-то надо и взять все, увидеть другими глазами на этот мир посмотреть. Уперлись в одно, а ты молился. За молитву, за молитву будут преследовать. Вот это злобные, там были крайне смирепые, кто это? Здесь два. Один молился, другой гнал. Третий никак не может быть виноват. Третий. А мы не узнали, что ты с ними был. Они на меня злобятся, а ты ко мне приходил, ты со мной молился, теперь его долбят. Чем картина-то отвечает? Акопия. Один к одному. Да ты это слышишь, претерпи все, немного ты еще пострадал, но не уступай. За молитву нигде никаких эпитемий не накладывается, никто не отмечает. Этого нет. Ты в это время сейчас не молился, болтался бы сегодня где-то, но это еще не сбросит. Ну выпивали бы, как старая бляция, бражка каждый день там у тебя нагуляла градусы. Ничего сойдет, молиться нельзя. От кого это? Чего тебе доказывать? Да вот оно это и есть. Они же богомольцы были, которые распинали это. Они все знали. Они очень знали закон. Как про одного пишут, убил. Сел на этот труп, сумочку убитого, развязал Сава, а сегодня нельзя, пятница. Но здесь-то та же самая. Они не вошли в приторию, потому что в Пасху есть нельзя будет. А что сына Божию предают, даже нужды нету. Ну как бы не оскверниться с этими-то, с изучниками-то, как бы не помолиться? А то меня отучат там митрополит-то от своей команды. Все. И не дам причастия. Причастия выграют. Это вообще самая страшная игра. За грех. И пятим я за пятимей. Посчитай, и везде грех. А какой грех? А ты прочитай десятисловие, в него войди. Прелюбодеяние, убийство, лжесвидетельство, во всем виновное. Везде. В первых рядах в царской армии воевали старобрядцы. Самые храбрые были, не считая мусульман там. Это ничего, все можно убивать. Царь. Никогянин. У него служат, крючков там, получает четыре креста, полный кавалер. И все это в старобрядческом журнале, старобрядческая мысль называется. Я их и литературу до прошлых веков еще знаю. И даже ни один не скажет, да ты же царь-то Никоняне, ты чего же его защищаешь-то? Война. И какой герой, как он захватил пленных тут привел. Ему везло везде, наконец. Фишка сыграла. И нигде ни разу не заикнулись, что царь-то, как сегодня говорят, оберитики там, и все проще это. Я ничего не отрицаю, но надо благоразумно смотреть на это. Отлучается человек за то, что он отошел от Бога. От Бога. Отошел блудом. Грешников Бог ненавидит. Он лгал. Захватил чужое поле. Десятое западе. Не пожелай, не пожелай. Здесь никуда нельзя вставить. Он молился. С кем молился? А они еретики. А чего это мы еретики? Чего ты взял? В ересе что входит? Шесть вселенских соборов доказывает учение Святой Троицы. Мы что, Троицу не признаем? Чего ты решил, что это еретики-то? Чего ты городишь-то? Ложеный день чистый, а ты чистого отечить не можешь? Лимитом 10-10. Я к примеру говорю, а там все к ним. Ну только надо перевернуть на сегодняшний день. Вот другая страница. И они все, теперь вымыли руки, во дворе были, пошли вкушать пасху. А мы не осквернились, в самый город они всходили. Мы из-за того же кричали, а раскрыли. У нас у Старобряства было здесь. На стене клуба полотно повесит, кино смотрит. А дедушка, когда был, он не заходил за грани, там грех. Через заграну смотрел. Если гулять куда пойдут, только со своей кружкой, самое главное. Вот и иудаизм, то же самое. Распяли Христа и пошли пушать святую Христову Пасху. Да нет, они там, в Хазоведе еще. И никто не дрогнул, ничего. Почему? А еще Бог терпит. Еще сорок лет. Сорок лет! Иерусалим будет в древесине разбитый, и пойдете всех в плен. Долго терпит, да крепко бьет. Вот так, ребята. А теперь будете молиться со всеми, с изрищниками, со всеми. Пошли. Это чудо Божие. Слово Божие, когда оно заговорит на понятном языке. Не бойтесь их и не страшитесь, они ничего не могут сделать с тобой. Молитва не грех, когда она во славу Христову. Глава 23, 1-й, 5-й стихи. И поднялось все множество их и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем. Пилат спросил его, ты царь еврейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь, Пилат сказал перед священниками народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Толкование. Видимо, противоречит истине. И Боге Иисус воспретил платить подати, когда Он напротив повелел отдавать оное, как должное. Именно Он так говорил, отдавайте кесарево кесарю. Лука 20-25. Как Он возмущает народ? Не доискивается ли царство? Но этому никто не поверил, ибо и тогда, когда народ хотел сделать его царем, Он, узнав о себе, удалился. Иоанна 6-15. Поэтому и Пилат, поняв клевету открыто говорит. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. По моему мнению, и самый вопрос, который Он делает Христу, есть насмешка над клеветой. Ибо, говоря, царь это иудейский, он насмехается над самим делом. Он говорит, как бы так, тебя убогого, бедного, нагого, беспомощного обвиняют в стремлении к царской власти. А это, как мы сказали, есть насмешка над обвиняющими всем Иисуса, что они такого беспомощного и такого бедняка представляют себе замышляющим такое дело, для которого нужны и состояния, и помощники. А они, не имея ничего другого в подтверждении клеветы, употребляют в дело голоса и кричат против Бога Слово. Развращает, говорят, то есть возмущает народ. И не в одном частном месте, но начал от Галилеи и, пройдя через середину Иудея, успел возмутить до сего места. Мне кажется, что они неспроста упомянули о Галилее, но с намерением привести Пилата в страх. Ибо о Галилеяне всегда таковы мятежники и склонны к нововведениям каков Иуда Галилеяне. О нем, кажется, они и напоминали Пилату, говоря, как бы так, правитель, сравни Иуду Галилеянина, который наделал много беспокойства римлянам, возмутив немалую часть народа, таков же и сей, которого тотчас нужно истребить. Кажется, все понятно. Надо понять то, что в народе назревало очень сильное недовольство римской власти. И справедливость была. Отбирали все. Ну, понятно. И вдруг у нас нет царя, кроме Кесаря. Это что ж такое-то? Это бы верующие, глубоко Сталин, слава Сталину, ничего, никого, кроме Сталин того или Троцкого, верующий никак не может сказать. Он не может кричать славу России, славу Украине, слава Иисусу Христу. Здесь как ни возьми со всех сторон все шаткое такое было. А надо уберить, статью подогнать. Статья должна быть какая-то. А был бы человек, говорит, а статья найдется. Поговорка идет. Обязательно. Какой у нас был здесь разъезд? Какие здания? Все разломали, никто не спрашивал. А наткнулись на наши эти хибарки стоят и ничего пока не могут сделать. А почему? Господь, молитва, Ангел стоит еще может вокруг, ослепит. Помешало им. Развалили страну, разворовали великую империю. Это все ничего. А я захватил навозную кущу. Я же понимаю, сравниваю, смотрю и вижу, что обезумелшие эти. Сейчас пишут там в Карелии где-то прокурор края застрелился. Запутал все, скольких людей на невинное мытарство посылал, а потом себе пулю в висок. А это милиция, ты сейчас не знаешь, что ей написали неосторожное пользование оружием. А в ответ дальше идет, как можно было такой должности жить, не знать, дома, в ваших условиях застрелился. А зачем он жене говорил, перед этим жить не хочу. Подавился наконец. Не смею, отца, сдох под лес, а я жил. И это тоже. В чем он там говорит? Это мы должны взять к себе сегодня, чтобы заговорило это слово, и оно мы видим живо и действенно. Они ничего не могли сделать с Иисусом, как только придумать. Он не велел платить. да вам какое дело это ослабление римской власти, вы как раз этого желали бы, а нет, его надо умертвить. Вот я здесь нахожусь, делаем отмостку на Павловом доме, машина, выходит полиция, кто полковник, подполковник, начальник уголовного розыска, третий раз сразу ко мне поздоровался, как дела, все, дальше, а вот вы это как относитесь к Путину, ну как естественно вы относитесь. Ему какое дело, я тут вожусь с утра до вечера в пыли, грязи, пропотелы, и они стоят, а люди это все видят и будут отказывать, ничего, дельдог, отшилы, а я отвечаю как есть, я призвал молиться, а не майдан устраивать здесь, вроде вы не будете тут стрелять отсюда ракетами по Кремью, вообще, я на Рыжковском пруду и там наехал, ну потом еще один раз пришел, когда я во дворе был, с баней пришел только, но плохого ничего не было, у него задание, а может быть причина, я уже догадываюсь, каждый раз с ним какой-то новый человек, а мне говорят, он вам похвалится, что вас знает, и специально привозит человеку показать, вот я тебе рассказывал, вот он живой, ну вот это по-другому только было, у них понятно, что я два воробья от меня, а там-то народ возмущенный, и когда ты смотришь на Слово Божие глазами сегодняшнего, во Слове Божьем, ты понимаешь, ничего не изменилось, все так и есть, почему, к вам сошел дьявол великой ярости, ищет кому поглотить, и поэтому мы пришли гиперовать, и страдание чаша должна быть наполнено, у них своя чаша, война, дети там, она страдает за сына, там, как обратился к Богу, у тебя свое, и ты должен благодарить, думаешь, ей легко, такому-то человеку, сколько потеряно, а без страдания можно спастись, пока никому не удавалось, это Иоанн Крыштадтский говорит, Иоанн Крестьянкин много говорил об этом, нету этого, страдание ощущает человек, он делает более внимательным, сострадательным, свой ребенок попал куда-то в такие, теперь ко мне, а как ему передать, я говорю, а что ты хотела, ваши книги, почитала, и вот хватило, и она поняла, что из этих книг он найдет, а папу узнали, начальнику лагеря, не допускать книги, лапты, не допускать, я предлагаю дару, 750 евро стоит комплект, но две книги они обязаны взять, они две взяли, за две он прочитал, дал другим никак, она узнает в этом отряде, кто, к кому приходят родители, она им дает книги, а она пересылает к тому, а тот читает, а дает туда ему, это в тюрьме та же история, нет больших врагов, чем епископы, а кто это сказал, Златоуст, никого, как не боюсь, только епископов, надо же, молиться надо ночью, а епископ Паветрий, звать так его, набрал команду, кто там, семинаристы, академисты, на горных тропах засели со знательскими винтовками, по сегодняшнему, и ждут, когда появится караван, который Златоустов ведет в ссылку, а у него натянута палатка между двух ослов, чтобы они рядом шли, и он в этой палатке лежит, а как? По-другому-то никак, но они когда начали нападать, то ослы споткнулись, Златоуст выпал из этой качалки-то, и покатился, и накрыл пропасть, остановился, там одна женщина приняла, они окружили, сожжем жильем, если не отдадите его, третий топ, считай, и который в итальянце, гвардия, император охранял, лучше в руки и савлянам попасть, чем этим зверям диким, а кто? По благословению, нам не говорят только, вы жестокость их никогда не узнаете, если не будете знать милосердия. Два брата, высокие росты, мы их прозвали долгие, братья долгие, их обвинили в оригинализме, что есть конец мучения, ну и пусть они так, нет, но златоуст их защищают, а их найти надо уничтожить. Синод защищает, выделили пять тонн, допустим, спирту, наняли людей, воинов, напоили, они пошли, так кто? Ты давно видел людей? Чего? Паразит не отвечает, завязали. Десять тысяч монахов уничтожили, православному епископу, десять тысяч трупов, которые в пещерах подвязались, а кто руководил? Пиопов, патриарх Александрович, его не отмечили, ничего. Кровь это привычное явление, а если бы с кем-то помолился, отмечили. Ну я вон что переверну, а ты-то зачем их поддерживаешь? Ты не участвуй в этой игре. Десять тысяч залезали. А братья так и не нашли. Они не могут спать, пока не разрушат, пока зло не сотворят. Ничего не изменилось, все такое же сегодня. Ты когда-то считаешь, а у тебя это такое, сегодня один к одному, точно так же. У него дел нет, у прокурора, как заниматься, ломать наши постройки? Да у него дел-то сколько? Какие дела рассматривать? Он участник судебных процессов. Вчера почитал, скольких арестовали прокурора, как сажают их. В интернете все выставлено. А прокурор край застрелился. Все за взятки, за огромные взятки делали. Освобождали преступников. Дела прикрывали. А мы молимся. Самое убойное оружие, ничего не сделать. А что будет, это Господь сказал, перетерпим. На новый уровень угодится. Поехали. Я думаю, закончим. Следующий момент тут очень длинный, мы не успеем просто. Так, сколько прошло? Уже без десяти. Без десятилетий. Все без десяти. Все, да? Теба новая. Да, мы... Давайте вопрос ответим на вопросы. Где он зовут? Число 22, 22-22. Если Господь сам, Господь, если не повелел в Аллаху идти, почему тогда в два второго стиха написано, и у вас было где сможет за то, что он пошел. Пошел с чем? Благословлять, а он пошел проклинать за деньги. Он пошел. А в мыслях-то у него что? Господь сказал ему, иди. А он идет и думает, а сколько мне дадут за это? Да, нам-то ничего не делается. Да, нам вообще ничего не делается. Я веду занятия в высшем агрессионном училище города Барнаула. Не один год. 470 курсантов. Но вот стало играть государство с церковью, с патриархией. Назначают специально-священников по силовой структуре. Ты будешь с милицией, ты будешь с КГБ работать, это с армией будет, то другое. И они меня оттуда вышепли. А кого назначили? Николай Бурдин, а его брат родной болеет, а тот был в Барнауле. Три брата, они все были священниками. Один лежит при смерти. Дело-то такое, что они меня выгоняют, у меня налажена связь, вот приезжает черный Владимир, про дядяков, вот сюда к нам приезжает. Он как раз учился, вот там меня слышал. У нас один студент, теперь старообряд такой, Волков, Слава, вот там наш студент тоже был. Курсант называется. Ну и что? Вышипли? Ну я тебе сказал, они у вас работать не будут бесплатно. Ну, и главное, интересно как. У меня курируют, я общение имею там с генералом, через майора Мазур Николай Павлович. А в церкви кто меня вышибает? Войтович Николай Павлович, тоже благочины. Проходите еле две, они меня вызывают. Вы правы, Игнатель Тихонович? Они отказались. А почему? Ну, когда их назначили, они пришли, так, мы у вас занятия назначили везти, а сколько платить будут? За что? Мы же занятия будем везти. Так, а у нас лапки там, седьмой год ведет занятия, и мы не лапками, даром мы не можем, у нас расходы большие, а ему еще он один, у них расходы. Я говорю ему, у нас условия-то какие, какие ребята, молодежь, полное послушание сидят, аудитория, тепло, на экране можно все показать-то. Отказались, они меня снова вернули. Никто не мешал, только они. А это все вот отсюда и идет. С какими мыслями они туда приходят? А кто? А я из епархии. Мы из епархии его пропустили. Сергей, так кажется его звать, пришел к ректору, принес бумагу. Директор Евстигнеев Владимир Васильевич. Я знать еще не знаю. У него печать, бланк епархии Барнольдской, чтобы Лапкина выгнали с университета, а там 21 тысяча студентов. А почему? Ну, мы не хотим, чтобы он так. Вам нужно помещение, мы вам дадим аудиторию, он мне говорит, ректор. Им это не надо. А мне это все на занятия бил про ректор, Семкин Борис Васильевич. Он говорит, почему они такие? Зачем это им нужно? Зачем эти постройки ломать? Но на связи полно всего. Я вам дам в аудиторию, они не пойдут. Они меня вышли и пришли оттуда. А студентов сколько? Сколько с народу приходит? Им это даром не надо. А я завтра к нему подхожу, чтобы они как бы насловили. Так у кого зло? Получилось? Не получилось. Ректор, когда узнал, его не было здесь. Он говорит, наверное, порвал выбросил. Я приходил с секретарем Марии Васильевны на хорошее отношение. Дайте мне копию этого документа. Она пошла, нету. Он говорит, его, наверное, порвал выбросил. И все. Неверующий, как будто человек. Так мало этот Семкин, проректор, вообще на счастье, приходил к нам на Ползуновой. Очень-очень умный человек. Самый умный из них. А он еврей, говорит. Не знаю я, но отношения. Я сидел, как-то один ушел, а его восстанавливает мать ходатайства. А я в кабинете сижу, так занимаюсь. Когда вы шли, я говорю, Борис Васильевич, вы мне разрешите сегодня день просидеть в вашем кабинете? А зачем? Я поучу, и с какими людьми обращайтесь. Вам, у меня учиться. Это мне у вас надо учиться. Понятно? А смотри, к ногтю, ни под каким видом не подходить, ни разговаривать, ни молиться. Что здесь? Вся сила действует. Так мирские люди-то они понимают, смотри, какая обстановка. Мы работаем в тюрьме не один, два, а восемнадцать лет. За один день, кажется, пятьдесят шесть, что ли, динамиков принес, по камерам, чтобы слушать проповую. Попы пришли, вышибли. За восемнадцать лет я ни одного не подготовил к окрещению. Но обстановка такая, не захвата заложников, ничего нету. То есть, обстановка совершенно нормальная в тюрьме. Поп, пришел в один раз человек 470 покрестил. Да это невозможно. Одно что повел америки спел, а мне это, а почему он все время приходит пьяный и прочее. А кто приходил? Скачко, патец Михаил. А нас оттуда вышиты. Ничего. Рядом колония, другая бестрада, дверь там открыли. Не надо на это смотреть. А он такой, это его. А у тебя должен быть свой путь. Никогда на поводу не ведите тех, которые желают труса себя в бояльях загнать. Учат борезвию хозелев обидом. Все. Точно. Бояться их не надо. Да. Вопрос следующий. Сегодня поднимание тему хорошую после богослужения о сохранении детства. Там говорили за мусульман. И вот есть ли у вас какие-то догадки чисто вашим человеческим умом понятным за Божий промысел. Зачем допустим он отменил смертную казнь если в Ветхом Завете хорошо было детство не сохранило привели к воротам побили. Хоть что-то сдерживал. А сейчас получается Бог отменил и получается ничего это не сдерживается. Почему так? Не знаю я спрашиваю. Вот вопрос на все. Почему? Было бы неплохо и все боялись и все матеря и отцы получили без детства и ничего бы не было ну было бы где-то единичное наверное но я думаю что ну давай отвечай так это сознательно сделали государство специально все отменило чтобы разврата было больше развращенными легче управлять я говорю сейчас про Христа при чем для государства зачем Бог отменил смерть я проспал я проспал на сверху правила я проспал почему почему казалось бы в этом полностью охватили полностью все выполняют ну выполняют в свою сторону пробуют это вот я ну вот есть же эпитемии есть и апостол предупредил если ты будучи в смертьном греке находишься и дерзаешь приступить к чаше то ты умрешь и заболеешь тяжко то есть оружие это есть вот это и оно действенно ну как-то я как раз от этого отстраняю тут лучше вот сразу захватили одного захватили в этом одного побили здесь вот возле ворот и все и всем остальным уже будет конкретный урок понимаешь а не то что эпитемия там где-то кто-то тебя там 4 поклона или 40 вопрос я не понял почему не бывает в любом деле вопрос что в чем вопрос батюшка спрашивает я отвечаю Виталий говорит он не понял чуть вопрос почему что задал вопрос просто у вас опыт какой-то духовный я говорю вы человек понятно божий промысел не понятно хоть чуть-чуть есть какая-то догадка конечно ну как очень интересно Бог сотворил шесть дней почил Бог день седьмой Бог устал творить или что что начали почить по порядку сейчас подойдем по ступеням почил суббота отдых шаббот шаббот а почему суббота ну греки у них буквы еще нету они слово саббат превратили в шаббат шаббат саббат а саббат суббота дальше ну прекрасно и Бог увидел что все хорошо все хорошо ну давайте поставим воскресательный знак большой все хорошо а хорошо уже не надо пересвоить и вдруг все твое новое Господи да какие законы даны и вот написано когда соседи народу узнают какая конституция у израильского народа все народы скажут какой у вас Бог хороший нет скажут какой великий народ у них такая конституция под которой убить все проще города чужие захватить если там девочка оставить живых но если она даму ночь пожила только что замуж вышла ее разрушить пополам пополам и те народы узнают про этот закон и скажут какой великий народ значит что-то в этом народе заработает они не обратят внимание на жестокость этого закона это первое а дальше не забывай о чем я говорю когда приезжал митрополит сюда он я подходил к нам и попросил вы скажите проповедь а я ему сказал Владыка я на простую тему буду говорить и сотворил нашего человека по образу подобию своему по образу нашему так это тема очень большая хотя я уже со всех сторон смотрел я совершенно не на чьи на нее посмотрю почему я знаю что святые отцы толкуют где-то а сам молюсь молюсь сегодняшний день у меня высвечивают другие стороны а как а какие качества свобода главное качество свобода Бога никто не может упрекнуть и кто скажет что ты делаешь как Пару говорит я приговорил к смерти а кто-то ходатай скажет ты Бог что ты делаешь я сирота буду так не рассуждают и никто ему не скажет Богу что ты делаешь он свободен и человека сотворили именно свободно но когда человек потерял свободу Бог дал закон я говорю что когда я прочитал у Златоуста он говорит Евангелие вторичное первичная совесть пока не написали по совести люди делают совесть то судила то оправдывала ты как считаешь так да вот коснись вас сейчас тогда сейчас убрать все эти что написали там каноны там нет канонов а вообще я борюсь пришел в храм сейчас вот утро дома сидел бы а то я молился Богу прославлял чудное пение хора квироса чем я согрешил а мы написали серитиками не молиться ну и не молиться серитиками а какие серитики православные все как есть меня ни один епископ архиепископ ни новообрядческий ни старообрядческий ни в чем не обвинил митрополита запросила русская народная линия Степанов там глава а этот местный епископ ответил догматических и канонических заблуждений там отклонений у меня не выявлено а которые глаза не видал он трепется первый раз увидал что ты молишься серитиков молился а на хабабу снова и вот Бог теперь дает все новое там держал под замком вот то состояние людей которое было до Христа я зато устранил где-то водителем был где-то водителем закон нянька а нянька как разговаривает отшлепала его там человек не сам это делал а теперь Бог открывает разум совесть во всей полноте и это не надо уже теперь человек сам в полной свободе действует а так можно загнать а внутри-то его Господь теперь творит новое внутри Царствие Божие не придет приветным образом это правильность радость во Христе это в новом завете Царствие Божие это внутреннее перерождение во Христе Иисусе а Господь пришел в новое царство построил не израильское евреи почему взболтовали потому что день в день говорили с иудеями с тамарянами с другими нельзя есть вместе не пить вместе а они шли когда на поклонение а с тамаря на пути до коня обходили ее чтобы случайно в неконянский храм иззади не попасть это все было старобрядцы они ничего в этом деле не понимают они полностью повторяют на чем иудеи изгорели а когда Христос пришел пришел не к святым а к погибшим овцам Израиля батюшка сейчас пришел и все должны дохлые овцы что это скотомогильник Христос пришел к ним и пришел к своим запятая и свои не приняли его где 1.13 Евангелия к своим пришел не к чужим ты маленько туда глянь и теперь Господь говорит избирать новый народ когда сказал послал ослинка взять а привезли ослицу ослица это еврейский народ объезжен они объезжены еще ни разу не садились это языческий народ и так отныне я иду к язычникам Павел сказал как они пыль начали кидать язычникам нас с детства учили что евреи только у Бога а остальные они от скотского семени зачаты Шульхановых всего этих них бы не выпустили там бы в Думе везде бунтовали ну нажали на всех и все 500 человек и подписи сняли письмо а то кто там главный там был у них все доказано сейчас Шульхановых вышел вышел издали в Москве ну сколько там я не знаю не больше 10 лет назад в руководство если женщина рождает лучше задавить его упал в яму внизу на лестницу подать ему идешь мимо храма православного скажи чтоб ты проклятый провалился в Исподнюю по-своему там руководство к истреблению боев бои бои это мы а они избранники а почему у них человеческие лица чтобы нам евреев не так противно было дави принимать а то представь там какая-то морда собачья свиная поэтому Бог этим свиньям дал человеческие рыло вот как на нас смотрят и ты это знаешь меня говорят я говорю знаю это бога избранный народ все цари принесут дары мне дало его благословлять я благословлял во всех отношениях так ты что жид а еговистки жид еще еговистки то есть это еговистки жид вот как обозвали а хотя поэтому в новом завете то что в этом летском завете были мы должны ненавидящие брата а убиваете из-за чего из-за ненависти а отмечаете из-за чего из-за ненависти люди которые играют вот этим что отмечают и прочее они Бога совершенно не знают Бог творит все новое полная свобода полная по образу Христа сотворенного а в ветхом завете этой свободы не было не было Бог дал закон говорит закон сковывал человека сила греха закон вчера не было кирпича не висело проезжало сегодня кирпич не проедешь вот это самое и здесь а у нас этого закона нету всякий кто ненавидит брата оказывается дело того в чем если посмотрела с вожделением она не прикасалась никакого прелюбодянина посмотрела уже прелюбодействовала ты понял на какую высоту и поэтому тот закон он потерял силу он только смотрел на исполнение а здесь на помышление Бог меняет разум как я пишу стихотворение у меня есть такое я женщина всем благодарен им достой что мимо меня не заметив прошли взглянули лишь косы змеёю скрыли щекосы за нозы в них не вошёл и нечего то ворошить и в конце заканчивается тем что сижу я обстиран на шатках в своём табурете как кресле и умы блудом не источен по-прежнему острый такого стихотворения ни у Пушкина ни у кого нету как моя мать сверхмногодетная постоянно повторяла храни себя сын мой было такое где-то я говорю там же полезли острому коврин там я скатился лишь бороду сдуло слегка про женщину которая была близко и Бог сохранил а теперь он под старость в истерике бился и ничего Бог прошёл то есть речь идёт о другом и вокруг меня чистые сёстры обстиранно кормят на шатках в своём табурете как кресле вот и всё найди поймай главная мысль в новом завете Бог дал свободу свободу перерождение духа и для нас закона нет верующий в Сына Божия не может грешить почему я вам сказал так это мысли как грешные супергрешные архигрешные это никого не привлечёт а тебя не привлечёт а тебя не зачем ты спрашиваешь ты по себе определи человеческими силами это невозможно а Богу всё возможно кто это сказал и мы считаем это это невозможно когда Павел перечисляет что он делал это невозможно а Бог и вот поэтому в новом завете не убивают и человек не вне церкви а церковь сошла как бы на землю не вместо Христова церковь там они определяли в израильском народе ходил кланяться и говорил нет ты только подумал и ты уже перед Богом трясёшься Бог возвёл человека совершенный человек где-то водитель у нас у нас закон совершенный но того и нет никого ты и Бог а священники другие это со-работники мы идём вместе а они не туда завели они сейчас там что попало делают священники гомосексуалисты я молюсь мне другого не дано женщина меня недавно только а могу я пойти обречить я открываю все места описание языки 3.18 там говорится о мужчине поэтому найти мужчину который понимает пусть идёт священниками связывать всё очень опасно книга оси 4.4 говорится так и народ как спорящий со священником с ним спорить нельзя ты скажи робко а потом чтоб твёрдость почувствовал и отойди 2.5.25.16 подошёл пророк он Бог послал подошёл и говорил ты сделал то он говорит да ты кто такой тебя кто ставил надо мной замолчи чтоб тебя не убили он всё понял меня Бог послал ты согрешил и не каешься я понял Бог решил убить тебя и отошёл он погиб я могу сказать это епископ Бог послал меня вам сказать это и она говорит я благодарю что сказали всё надувало священник не так ну не так ну совсем не так поступает я романах и рядом ребёнок который под векой найди тех кто может почему епископ он ничего не делает это их дело ты отвечаешь за себя ты молись и Бог даст такого человека который пойдёт обречит скажет поможет молитвы да нет настоящей люди не знают я говорю ты молишься а ответ какой какой ответ ну от Бога какой ответ а что это такое ещё себе да как с кем ты разговаривал Бог говорит воззови ко мне я услышу тебя воззови я отвечу тебе и будет по слову твоему если угодно ему они не знают этого ещё что всё по вопросу всё вопрос смотрите запомните фразу эту откровение последняя глава приближается участь боязлилых в озере огненном участь боязлилых воззерёг ни один труслим и царствие божие не уйдёт и трусость не прикрывай ничем ты отступил ты отступил и они непонятны причине мирос город не вышел битва закончилась в ветхом завете было стали смотреть а кого не было да вот из этого города никого не было а уже всё уже всё амуницию сняли пушки защиплили всё зданого открыли это кривейский город уничтожит сердца земли они не пришли на помощь господин с крабрами всё разрешилось трусливые не должны жить участь боязвилых возилёгинов кто постыдится меня вроде синтолусын человеческий постыдится ты восстань да я какой меня отучат жену тут ребятишки это всё пустое мешают тебе жена и ребятишки бог отнимет и жену и ребятишек а где это такое я тебе назову притом не однажды это было и нахенке который просветитель северных народов был он точно так же жена дети внезапно болезнь никому а теперь пошёл и бог всё покажет ты скажи мне ничто не мешает мне жена нужна дети нужны я с ней вместе а доколе Петрович а что он ответил что он ответил ей Барковна до самой смерти и он не боялся что его отучат и прочее у тебя какие примеры о ком говорю протокопа вакуум так ещё спорят об вакуум или об вакуум ты когда считаешь применяй всё к себе златоуст присвой это говорится о нём а ты скажи нет это меня бог стращает меня бог поднимает и заметь пятница главный день у мусульман это совсем далеко суббота совсем близко воскресенье Христово кто первое мусульмане второе иудеи третье христиане в таком порядке идут ты только глянь глаза это открыто я ещё вам показываю во уважал моя Сусанна все рождаются в крови должны думать о небе синее небо меня так манит знают что там будет спаситель Христос всё оттомили бесследно камень в небе не будет мести угроз и третий великий белый престол где все явятся перед ним и бежало небо и земля не нашлось места вот оно российский флаг это проповедь за всю мировую историю не было такого флага а батюшка говорит вот это мемочная подошвь на гидотеме и головы так мне всё только не пишут наверное вот так будьте мужественны будьте мужественны и никого не бойся меня бойся говорит Господь Бог меня не огорчить Бог Бог Слава Бог с ним блажите тебя Богородицу кресла блаженную и пренеборочную и Матерь Бога наше ПЕСНЯ ПЕСНЯ